В прямом эфире новости Украины. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Конференция «Демократия-30. Стратегия сильного государства» стартовала в Гуте Ивано-Франковской области. Более 300 гостей, дипломатов, представителей министерства собрались для обсуждения новой стратегии поведения Украины на международной арене. На конференции находится и наш корреспондент Лариса Зубенко. Она уже на связи со студией. Ларис, расскажи, кто уже успел выступить и о чем, собственно, говорили? Открыл конференцию президент Владимир Зеленский. В своей речи глава государства обратился к украинским послам с некоторыми месседжами, какой должна быть современная украинская дипломатия. Вот несколько тезисов. Динамичность, креативность, амбициозность и, как следствие, результат. Украина уже делает серьезные ответственные шаги на международном уровне. Победой этого года стала Крымская платформа, в которой приняли участие представители 46 стран. И можно сказать, что впервые на таком высоком уровне говорили о Крыме, о важности его возвращения. Также победой является и Люблинский треугольник, и многие другие региональные объединения, в которых сегодня участвует Украина. Ну и еще, по словам Владимира Зеленского, Украина не должна откладывать вступление в НАТО, и ЕС должна четко и прямо заявлять об этом своим международным партнерам. Все мы не можем принять тезис, который также очень популярен, а ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, через лет 50, где-то там будет. Это демотивирует всех и замедляет. Мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи. Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Европейском Союзе. Ну и еще один месседж от президента Владимира Зеленского – меньше политики, больше экономики. По его словам, Украина должна заинтересовывать международные рынки для того, чтобы наш отечественный бизнес мог выходить на международный уровень и расширяться. Для этого Министерство иностранных дел будет расширять свои связи в Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и в других регионах. Именно экономика и экономический интерес укрепляют политическое партнерство между странами. Украинской продукции за границей должно быть больше. Ежедневно мы должны расширять соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, уже зону свободной торговли с Турцией. Ну, официальная часть мероприятия закончилась. Сейчас общаются в ГУТе послы, президент и министр иностранных дел Кулеба. Ну, а мы, журналисты, пока ждем следующих сегодняшних мероприятий и наслаждаемся прекрасным заснеженным Ивано-Франковском. На этом у меня все. Дарья, слово тебе. Спасибо за информацию. Наш корреспондент Лариса Зубенко о том, как проходит конференция послов Украины в Ивано-Франковской области. Дело MH17. Следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит Боинг, кроме зенитно-ракетного комплекса БУК. Об этом заявила прокурор Манон Ридербекс во время заседания окружного суда ГАГИ. Накануне в комплексе Схип-Холл возобновили слушание по делу об авиакатастрофе. Сегодня прокуратура Нидерландов второй день зачитывает обвинительное заключение. В понедельник прокуроры назвали имена четырех обвиняемых. Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко напрямую несли ответственность за БУК. Их действия привели к крушению самолета и гибели 298 человек. Напомню, пассажирский Боинг 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса БУК. Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, которая дислоцировалась в Курске. София Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил ее отчим Сергей Дудич. В Беларуси россиянку обвиняют по семи статьям Уголовного кодекса республики. Среди них статья о разжигании вражды. Только по ней Сапеге грозит минимум шесть лет тюрьмы. Накануне Следственный комитет Беларуси передал прокурору для направления в суд уголовное дело девушки. Заседание может состояться в январе. София по-прежнему находится под домашним арестом. В мае Сапегу ее молодого человека, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехт» Романа Протасевича, задержали после экстренной посадки самолета «Рейнэйр» в Минске. Масштабный пожар в российском Томске уже несколько часов. Там пылает гипермаркет. Огонь полностью охватил несколько этажей здания и распространился на площадь более 5000 квадратных метров. В гипермаркете уже обрушилась крыша. Спасатели эвакуировали около 200 человек к зданию, направили пожарный поезд. На месте работают около сотни спасателей и 30 единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания. Конкурсная комиссия по избранию главы специализированной антикоррупционной прокуратуры собралась в полном составе и утвердила повестку дня. Заседание проходит в онлайн-формате. На нем присутствуют международные эксперты. Сегодня запланированы собеседования на должность руководителя ведомства, а также на административные вакансии. По процедуре на устное интервью с каждым кандидатом выделили до часа. Напомню, ранее окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса ее заседания. В офисе президента считают, что нового главу ведомства должны избрать уже до конца этого года. Расходы на топливо составляют около 75% всех затрат на производство тепла на украинских теплоэлектростанциях. Поэтому в условиях нестабильности на энергетическом рынке теплопоставщикам выгодно иметь возможность менять вид топлива. С угля переходить на биотопливо или газ. Об этом заявил руководитель компании «Нафтогазтепло» Федор Шевченко. Сейчас тарифы на тепло в Украине меньше рыночных. Государство компенсирует производителям разницу. Но для стабильной работы системы необходима модернизация ТЭС, ТЭС и теплосетей, чтобы эффективнее использовать топливо и уменьшить потери при доставке. Сейчас во многих городах старые схемы теплоснабжения. Большинство производителей не знают, действительно, какие у них нагрузки. Тепловые сети рассчитаны под нагрузки, которые были еще во времена Советского Союза. 42 миллиона доз вакцины против COVID-19 Украина получит уже в следующем году. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Более 110 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Украине за прошедшие сутки. Первую дозу получили 36 тысяч. Полностью вакцинировались более 74 тысяч граждан, сообщают в Минздраве. Также новые поступления вакцин станут гарантией того, что 70% взрослого населения страны сможет пройти полный курс иммунизации. Речь идет о 25 миллионах доз вакцин Pfizer, 6,5 миллионов доз вакцин Coronavac и 10 миллионах по механизму COVAX. То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% взрослого населения страны имели полноценную ревакцинацию двумя дозами. В оккупированном России и Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 153 новых случая коронавируса. Скончались 25 человек. 380 инфицированных выявили в отдельных районах Донецкой области. 54 пациента скончались. В отдельных районах Луганской области от осложнений болезни умерли 7 человек. О новых случаях инфицирования не сообщают. Подчеркну, это данные оккупационных властей. Их статистику правозащитники и международные организации считают намеренно заниженной. Реальные цифры могут быть гораздо выше. В Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают иммунизация – самый эффективный метод профилактики COVID-19. По данным ведомства, 9 из 10 пациентов, которых в ноябре госпитализировали с коронавирусной болезнью, не прошли полный курс вакцинации. Медики также призывают носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и COVID-19, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Позаботьтесь о себе, сделайте антиковидную прививку, а еще больше актуальной и важной информации о происходящем в Украине и мире на сайте нашего телеканала или в соцсетях. Ссылки внизу экрана. Спасибо, что смотрите Новости Украины. Редактор субтитров А.Семкин